друзья всем большой привет маленький сад ирины беларусь пришла осень 7 сентября сегодня у нас и пришла моя посылочка вчера мы ее забирали посылка из процветка долгожданная долгожданная посылка 4 сорта очутков это мое новое увлечение один сорт лаванды лаванда розео с розовыми соцветиями должна быть три горшка один для меня два для подруг ну вот так выглядит выглядит лаванда она жива есть корешки я доставала из горшка ну вот как бы першки вот такие разы я уверена что растение приживется и пойдет в рост и новый сорт герани герань purple ghost у этого сорта должна быть красивая листва в шоколадном цвете и розовые цветочки то чем не на картинке понравилось понравился этот сорт герани и решила себе себя порадовать новым растением и вот они мои отчитки так начнем давайте с ксенокса серия ксенокс и именно ксенокс вот он ко мне приехал высота должна быть до 50 сантиметров горшок чуть больше чуть меньше литра наверное вот так он выглядит тут уже можно конечно посмотреть какого цвета соцветия при раскрытии я хочу сравнить вот здесь у меня растет оранж ксенокс прошлой осенью высаживала покупала в красном клене питомнике и вот очень хорошо видна разница давайте посмотрим ксенокс в реальности немножко темнее у него такой знаете бордово-баклажановый цвет очень такой знаете яркий красивый цвет вот так где-то а оранж ксенокс помягче цвет вот очень хорошо камера его показывает давайте цветочки рассмотрим так цветочки сюда вот они цветочки ксенокса розовая серединка и вот оранж ксенокс но вот разницу мы уже видеть следующий ксенокс это и yellow ксенокс вот он но это совершенно другой цвет желто-лимонный вот эти все цветочки при раскрытии в диаметре 5 миллиметров где-то здесь горшок девятка давайте сравним высота должна быть около 40 сантиметров он по цвету больше к сорту который у меня тоже растет уже в саду rainbow ксенокс я вам поднесу и мы сравним ну давайте сразу пойдем посмотрим вот он сорт rainbow ксенокс я его покупала в красном клеоне весной этого года вот как он выглядит в сентябре в начале сентября камера тоже показывает цвет один в один самый длинный побежек 45 сантиметров по моему так и вот давайте приставлю вот этот сорт и елу ну вот друзья ну это чтобы вы понимали если кто-то выбирает какие-то сорта оттенки что как 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 они себя как они выглядят все эти сорта но более менее следующий сорт карфун гельштайн смотрите какое хорошее растение хорошем состоянии высота этого сорта должна быть 50 сантиметров до 50 ну вот смотрю с ответе еще не раскрываются цветочки не разворачиваются сорт должен быть довольно таки ну довольно таки темно не сама сама но все-таки такая листва чуть вытянута зубчиками так и вот такой сорт очень я его хотела прямо очень-очень и переживаю что это пересорт что это за сорт я получила джози аберже пчелки слетелись кстати пчелки очень любят очетки вот он джози аберже этот сорт должен быть высотой 60 сантиметров и одна из особенностей это кустик с побегами которые очень хорошо себя держит не разваливаются если сравнивать два сорта вот сравнивают садоводы которых уже растут эти сорта джози аберже и допустим пурпурный император который тоже 60 сантиметров где-то вырастает то пурпурный император разваливается а джози аберже держит себя очень хорошо но вот из того что я сейчас получила друзья вот видите какие просто паучок такой в разные стороны красиво но я сомневаюсь что это джози или же как говорят хосе аберже ну посмотрим посмотрим высажу его надеюсь перезимует и уже в следующем году будем смотреть что из этого вырастет вот такая моя радость и давайте пройдем посмотрим на те сорта которые у меня уже растут значит оранж ксенокс мы уже с вами посмотрели и вот рядышком с ним летом я высаживала очитки серии санс парклерс они низкорослые и вот это один из них сорт называется грим дазлер у него был такой розовый край по темному листу но при посадке он был поярче но сейчас как-то может быть ближе к осени поспокойнее стал цвет вот давайте посмотрим как раскрываются цветочки у них у этих цветочков такой очень яркий яркая серединка вот сейчас высота где-то около 15 сантиметров но может быть 20 не больше это тоже не показатель потому что в общем-то растениях только приживается я думаю следующем году она будет немножко по-другому смотреться вот сюда чуть дальше в этой клумбе возле баскобыль мои розочки один из кустиков ред каули он разваливается вот таким паучком есть еще один куст но у меня мне нравится вот то как показывает себя этот куст как держит себя этот кустик каком состоянии у него побеги здесь вот я камушек приложила вот именно эта форма меня вполне устраивает если вас не устраивает значит вы друзья наблюдаете вот такие были соцветия более яркие еще более яркие еще месяц назад и вот сегодня уже на сегодняшний день некоторые уходят в такой знаете ржавый цвет цвет ржавчины вот я наблюдаю за ними с окна допустим с утра смотрю хожу по комнате по дому из окна в окно пью кофе утро у нас уже прохладное и вот вижу этот цвет оттенок рыжий ржавчины это ред каули месяц назад супруг косил траву сломал мне один побег я его прикопал вот прям так соцветием во всю длину выложила но я думаю должен прижиться и один побежек был вот как здесь видите он очень низко к земле преклоняется горизонтально себя выкладывает и один побег тоже присыпала землей но чтобы куст был пошире ред каули у нас можно сказать засуха уже давно не было дождей покосил скосил газон мой муж и вот так вот выглядит вот показываю вам это место как видите перовских очень яркая и выразительно это время года тоже а вот здесь еще два сорта очитка значит вот эти два сорта для меня неизвестны вот этот покупался в прошлом году в питомнике красный клён осенью как пурпурный император но это совершенно не этот сорт крупный лист вот он 8 сантиметров вот так в ширину очень длинно сантиметров 10 вот такой немножко он знаете как бы немного себя подворачивает кончик да и зазубринки такие редкие как бы немножко вот не совсем гладкий край прожилки такие выразительные у него вот как он раскрывается так кто-то шумит вот это уже отцвело и ушло вот в такой цвет высота около 50 сантиметров может быть кто-то узнает и вот еще один сорт тоже неизвестный я купила его на рынке весной у садовода любителя сорт был неизвестен темный глянцевый шоколадный лист вот он тоже таким паучком он бы как бы чашей вот видите центре и заворачивается мне нравится очень мне вообще очень понравилось вот это соседство тех двух сортов это так очень симпатично смотрится и вот такие соцветия но тоже цветочки в размере где-то пяти миллиметров камера очень точно показывает цвет и вот этот сорт где-то недели месяц назад отломала веточку тонкую и зачеренковал я оградила бузиной черной ветки наломала значит вот они и мне кажется прижились потому что пошли расти вот здесь и вот этот пошел расти ну а четки неплохо черенкуется жаль что я не знаю сорт ну почему жаль потому что я снимаю видео вам показываю конечно мне бы хотелось чтобы вы смотрели и понимали что за сорт чтобы можно было себе заказать но к сожалению нет не знаю осенью покупался еще один сорт матрона ну вот этот сорт довольно таки высокоросло должен быть и объемный куст но у меня вот смотрите что здесь у меня вероника но я вот этот кустик когда похолодает уберу освобожу место для матроны вот этот оставлю ну что у меня смотрю на только вот одно соцветия второе было еще одно вот она уже в баночке с водой стоит супруга вот тоже сломал когда косил стоит в банке уже недели наверное три часть несколько черенков я сделала в открытый грунт высадила и вот смотрите видите периодически проливаю здесь очень сухо много солнца мама еще здесь где-то вот мне кажется хорошо укореняется матрона вот как она у меня выглядит конечно я надеялась что мне будет этой осенью же такой пушистый куст но пока вот так посмотрите как ее любят любит ее кто-то грызть вся на дырках на это тоже обращайте внимание видите не все сорта грызут какие-то вот червячки и насекомые а матрона ну просто как друшлаг хотя я обрабатываю свой сад биопрепаратами это баверия метарезиум ну и в общем-то прохожусь и по всем растениям иду с опрыскивателем ей точно доставалось но но никак на вот этих не знаю на кого на гусениц наверное не повлияло значит вот в этом месте где у меня дездемона алантишман который в этом году выше меня ростом уже наверное метр восемьдесят пять побеги три побега но это не из земли от старой ветки от нижних почек и значит вот здесь еще два сорта низкорослых седумов серия sans sparkler один из них vile fire вот он это вот летом я покупала у нас на рынке они кстати были привезены эти растения именно вот эти sans sparkler из польши польские саженцы вот такие цветочки смотрите вот они невысокие но такой развалистый в разные стороны высотой что-то около 15 сантиметров и вот этот скальный скальный ред ред каньон и вот посмотрите как он бедненький пострадал от гусениц эти гусеницы они такие длинненькие где-то около двух сантиметров полтора и тоненькие вертки вертки я здесь их руками снимала они прямо как жилжики какие-то быстренько быстренько выкручиваются и вот они соцветия погрызли листочки вот этот вот сорт вот этот не тронули wildfire а вот этот ред каньон вот но я не знаю вкусно наверное такой для них смотрите какие цветы красивые они кстати больше они где-то но почти почти 8 миллиметров ближе к сантиметру это уже зачеренковала когда высаживала ветка отломалась или может даже сама отломал не помню специально ну и вот здесь на возвышенности среди плитки ко мне есть у меня такие маленькие ниши туда нас засыпала земли и вот высадил еще один сорт по моему варигата называется у него были красивые соцветия розовые и крупный цветок хороший сантиметр вот уже не цветет периодически проливаю водой он прижился как видите пошли новые приросты и мне продавец сказала что он очень-очень неприхотливый и хорошо нарастает вот этот сорт по моему варигата что-то забыла но еще друзья новое растение в моем саду это сосногорная пумелио сосногорная пумелио у меня уже растет одна вот она покупала ее по моему в двадцатом году весной пумелио и мугус вот где-то в таком размере вот высота от корневой шейки до макушки сантиметров сорок вот самый длинный самая длинная ветка этот питомники красный плен вот мы заезжали думала там какие-то новые сорта отчитков будут но но ничего такого не было купила себе сосно пумелио 30 рублей белорусских такое маленькое растение 30 рублей стоит еще было за 25 еще чуть-чуть поменьше а уже вот такая сосна как это хотя она как видите не самая большая что-то около метр десять наверное она уже стоила десять раз и где-то дороже дорого стоит большие подрощенные растения хвойны так что вот друзья какие растения появились в моем саду этой осенью новые обещала вам показать поэтому показываю и вот здесь рядышком давайте посмотрим вот так вот появляются листья хвостики у пенисетума веса хвоста смотрите какие потом чуть позже они поднимутся выше и будут такого коричнево-баклажанового цвета сосну горную вот эту взрослую более взрослую буду пересаживать попозже когда похолодает и придут дожди туда ближе возле калитки мы выкопали уже два можжевельника скальных плюроу они болели поэтому утомилась я от них ну и там буду оформлять новые клумбы добавлять свои очитки к соснам это очень красиво ну что ж друзья поделилась с вами своими новыми покупками спасибо что были со мной всем всего хорошего и до новых встреч